здравствуйте друзья с вами александр пчела и сегодня я хочу поговорить с вами о взятке сывовых вот уже заканчивается месяц как облетелись пчелиные семьи за это время распустилась лещина и начала зацветать ива на пчелиные семьи только несколько часов работали на этих медоносах так как не было устойчивой погоды и вот прогноз погоды очередной раз показывает о наступлении тепла как же использовать взяток сывовых недавно в стриме белорусских пчеловодов выступал александр корешков который в частности отметил что при взятке сывовых можно делать налеты чем я категорически не согласен так как в это время нет устойчивой погоды и если это сделать то можно не получить ни меда и тем более ослабить пчелиные семьи сегодня я не буду останавливается конкретно на этом взятке могу лишь только порекомендовать желающим кто интерес этим интересуется обратиться к книге цебра день за днем на пасеке где он анализирует взяток сывовых и дает рекомендации как его конкретно использовать дорогие друзья впереди у нас пчеловодный сезон и в связи с этим хочу пожелать всем крепкого здоровья для которого у нас есть все средства хороших медосборов счастья в личной жизни и пускай в этом году как предвещают прорицатели уйдут все наши проблемы и наступит наконец нормальная спокойная пчеловодная жизнь удачи Продолжение следует...